Добрый день! Вы на канале о простой и полезной пище Наталья Горбачёвой. Сегодня я буду готовить яичницу с зелёным луком. Я думаю, что яичница это любимый завтрак для многих. А используя простые дополнительные ингредиенты, её можно готовить каждый день по-разному. Сегодня дополнением у меня будет зелёный лук, но его можно заменить любой другой зеленью. Сначала я сделаю классическую глазунью. Лук у меня уже помыт и разрезан. О том, как подготовить лук к готовке, у меня на канале есть отдельное видео. Можно будет посмотреть. Ссылку я дам в описании. Я разогрела сковородку на умеренном огне. Она не очень горячая. Но температура достаточная для того, чтобы растопилось масло. Кусочек сливочного масла примерно 5 г. Зелёный лук можно добавить прямо сейчас. То есть сначала лук, а затем разбить яйца. Но я сделаю наоборот. Сначала разобью яйца. А сверху покрошу лук. Один желток не уцелел. Но можно выйти из положения и разрушить остальные желтки. Затем блюдо стоит посолить и посыпать сверху зелёным луком. Теперь можно закрыть сковородку крышкой. Это можно сделать буквально на 1-2 минуты, чтобы схватился белок, а желток остался немного жидковатым. В этот момент можно даже выключить огонь, потому что сковородка уже достаточно нагрелась. И яичница дойдёт при этой температуре. Яичница с зелёным луком готова. Пора подавать её к столу. Ещё один вариант яичницы. Это когда яйца я разбиваю не на сковородку, а сначала в чашку. И намеренно разбиваю желтки. Вот так немного взбиваю яйца. Я взяла также 4 яйца. А теперь зелёный лук добавлю прямо в яйца. Перемешаю. Немного посолю. В этом варианте я солю яичницу не на сковородке, а в чашке. На горячей сковороде я также растопила сливочное масло. Можно использовать и растительное, подсолнечное или оливковое. И теперь вылью яичную смесь на сковородку. Всё остальное происходит так же. Сковородку можно ненадолго закрыть крышкой. И готовить яичницу на среднем огне 2-3 минуты. Мне нравится, когда у яичницы белок схватывается, становится плотным и непрозрачным. Но желток ещё остаётся немного жидковатым. В это время огонь под сковородкой можно выключать и оставить яичницу ещё на пару минут, чтобы она дошла уже с открытой крышкой сковородки. Оглазоню я всё-таки сделаю, но не простую, а вот в такой форме. В форме сердечка. Это силиконовая форма. Её можно купить в хозяйственном отделе, где продаются различные кухонные мелочи. Сначала я, как обычно, растоплю на сковородке масло. Поставлю форму. И разобью яйцо. Яичницу также можно ненадолго закрыть крышкой, чтобы белок стал матовым. Здесь важно не перегреть желток, чтобы он остался вот таким же ярким. Я выключаю огонь. И теперь аккуратно сниму форму. Яичница готова. Её можно посыпать зелёным луком сверху или сделать полоску по краям в виде ободка. Яичницу я аккуратно переложу на тарелку. Такую яичницу можно приготовить себе и своим близким в выходной или в праздничный день. Приятного вам аппетита! Готовьте с удовольствием! Ведь даже самые простые блюда можно готовить разнообразно и с фантазией. Если вам видео понравилось, делитесь им с друзьями. Приходите на мой канал, подписывайтесь. А текстовые версии рецептов читайте на сайте едимкашу.ру Ссылка на него есть в описании.